Уважаемый Карим Канжханович, уважаемые участники заседания, в настоящее время Министерством индустрии определены основные мероприятия, индикаторы оценки для надежного прохождения осенне-зимнего сезона электроснабжающих организаций. Выполнение ремонтной кампании – это такие показатели, как выполнение ремонтной кампании, генерирующего электросетевого оборудования, обеспечение своевременного ввода в работу нового генерирующего оборудования, участвующего в покрытии нагрузки в осенне-зимний период, соблюдение норматива запасов топлива и постоянно оперативный мониторинг топлива обеспечения, готовность персонала энергетических компаний к работе в осенне-зимний период, проведение противоаварийных тренировок, определение регионов высоких рисков нарушения электроснабжения, неукосительное выполнение разработанных по результатам расследования аварий и мероприятий, направленных на предотвращение нарушения энергоснабжения впредь. Также в рамках государственной программы по форсированному индустриально-национному развитию на 10-14 годы электроэнергетической отрасли реализуются 13 проектов в области электроэнергетики общей стоимостью 5 миллиардов долларов, которые предполагают увеличение прирост мощности в 3700 мегаватт. Как вы знаете, в текущем году предполагается прирост за счет Майнакской ГЭС 300 мегаватт и евразийской энергетической компании 325 мегаватт. При этом через внедрение механизма инвестиционной составляющей в среднесрочный тариф генерации электрической энергии проводится модернизацией и прирост мощностей за счет инвестиционной составляющей. Так, освоение инвестиций за 9-10 год состояло более 750 миллионов долларов с приростом за этот период 200 мегаватт. В рамках инвестиционных соглашений в текущем году будет инвестировано свыше 130 миллиардов тенге с приростом порядка 400 мегаватт. Как уже отмечалось, несмотря на трудности, возникшие в период подготовки к прошлому отопительную сезону, энергетики не допустили крупных системных аварий, но при этом, как известно, допущены срывы теплоснабжения в Семее, Приозерске, Курчатове, срывы энергоснабжения потребителей Тимиртауска, Энергоузла. Все это диктует необходимость комплексного подхода к вопросам подготовки энергоисточников, электрических тепловых сетей, а также внутренних систем энергоснабжения потребителей к работе в предстоящий осемнезимний период. Министерством установлен систематический контроль за ходом ремонтных работ на энергопредприятиях страны. Также дважды в месяц, в соответствии с Вашим, Карим Кашканович, поручением проводятся отраслевые селекторные совещания, заслушивание энергопредприятий по реализации мероприятий по подготовке к работе в осенний отопительный сезон. Кроме того, создается рабочая группа для проведения выездных проверок, и эта практика станет регулярной. В настоящее время определены регионы с высоким риском нарушения энергоснабжения, это Восточно-Казахстанская область и Карагандинская область в части Тимиртаусского узла. В целом, до отопительного периода запланировано отремонтировать 11 энергоблоков, 60 энергетических котлов, 52 турбины. Как видно и слайдно, наблюдается положительная динамика роста объемов ремонта основного оборудования. В сравнении с выполнением ремонта за прошлый год, в нынешнем году мы планируем осуществить и завершить ремонт основного энергетического оборудования на 7 энергоблоков и 10 турбин, или на 16% больше. На сегодняшний день ремонт завершен на 4 энергоблоках, 3 котлах, 8 турбинах. Ремонты ведутся на 4 энергоблоках, 19 котлах и 11 турбинах. Более подробная информация в разрезе предприятий в приложении приведена. С отставанием от намеченных объемов ведутся сроки на Джесказганской ТЭЦ, на Согринской в Восточно-Казахстанской области и Узкоминогорской ГЭС Турбина 4. Вызывает особая озабоченность нынешняя ситуация на ТЭЦ «Кентауэнерго». На прошлом селекторном совещании мы также об этом говорили. Данная ТЭЦ из-за имеющихся проблем не удовлетворительно подготовилась к прошлому отопительному сезону. В результате вырабатывала всего 3 мегаватта для собственных нужд и не участвовала в электроснабжении потребителей города «Кентау». Уважаемый Карим Кашханович, выполнение инвестиционных обязательств энергоисточников напрямую зависит от объемов реализации электроэнергии. Вместе с тем нам необходимо ограничить импорт электроэнергии из Кыргызстана в пределах тех объемов, которые были здесь оговорены на переговорах с руководством правительства Кыргызстана, поскольку объем был оговорен 1 миллиард мегаватт, на сегодняшний день мы уже выбрали более 700 миллионов. С учетом периода вегетации летом еще предстоит взять как минимум 550 миллионов киловатт-часов. И поэтому просим протокольно поручить все-таки к ИГОКу эти договоренности соблюдать. На особом контроле находится реализация проекта по модернизации ТЭЦ города-семей, выделенных правительством средств достаточно, чтобы при реализации всех мероприятий левый берег города вошел в зиму без дефицита тепла. При этом вызывает озабочность также экономическая ситуация в теплооснабжающей организации города-семей. Там заканчиваются реабилитационные процедуры, кредиторская около 500 миллионов тенге, а при этом потребители должны порядка миллиарда, и из них достаточно большое количество безнадежных долгов. Вызывает опасения рост дебиторской заложки КЗЛРДА-энергоцентр. Не решен вопрос погашения западно-казахстанской РЭК за поставленную электроэнергию из Российской Федерации. Что касается ремонта электрических сетей, то в целом работы ведутся в установленном графиком сроке. В то же время низкий темп работ на северо-казахстанской РЭК 10% всего лишь выполнения, западно-казахстанской РЭК 8%, джесказганской РЭК выполнения 6%. Недостаточными темпами ведутся капитальные ремонты тепловых сетей в городах Капшигай, Ридер, Степногорск, Тарас. Особое внимание уделяется вопросу накопления топлива на электрической станции. В целом, Карим-Казахстан, ситуация неплохая, то есть идем с опережением к прошлому году 124% по углю и 100% по мазуту, но это в целом по отдельным, конечно, городам проблемы есть. Так, допустим, в прошлом году в Степногорске именно из-за больших долгов потребителей нормативные сроки не выдерживались, буквально доходило до критичного. И при этом на сегодняшний день в правительство обратилось только руководство в источне Казахстанской области для помощи городам, для создания нормативного запаса топлива для теплоисточников. При этом мы знаем, что есть традиционные города, которые не справятся самостоятельно. Но при этом я хотел бы еще раз акцентировать внимание Акимов областей и городов о том, что при обращении за помощью в правительстве все-таки надо сначала сделать расчет, а что делается с погашением дебиторской задолженности потребителей. Поэтому все вопросы Карим-Казахстан находятся на контроле, как сказал, один раз в две недели проводятся электросовещания и мониторинг. Особенно рисковых наших регионов идется на постоянной основе.